Я хотела бы сказать, что тема эта появилась у нас совершенно не случайно, и вся эта история связана с этой выставкой, и на самом деле сегодня мы представляем вам наш первый эксперимент, который мы бы хотели продолжить, потому что тема эта необъятная, собственно, как и вода, о которой мы говорим на этой выставке, и про которую Дмитрий Берегин, вспоминая в своем тексте, напоминает нам о том, что мы все состоим на 70% из воды, земной шаг на 70% заполнен из воды, соответственно, наверное, музейно-выставочная наша деятельность должна на 70% заполниться этой темой, поэтому тему мы, наверное, это продолжим. В целом, я могу сказать, что, конечно, идея этой выставки связана с тем, что, во-первых, нас невероятно вдохновляет все то движение, которое сейчас происходит в городе, связанное с долинами Малых Рек, с поддержкой городских, с тем, как городские активисты поддерживают эту тему. А во-вторых, я думаю, что, очевидно, наш музей, появившись на этой территории, на бульваре Гагарина, 24, абсолютно по-новому, с ней, но на такие горшинки увидел это невероятное пространство, увидел невероятную красоту, невероятную красоту, которую мы, конечно же, не видели, находясь на берегу Камы и живя на речном вокзале, и, собственно, открыли для себя это зеленое море, и эту невероятную, ну, я не знаю, как бы с точки зрения постоянно меняющейся пейзажей панораму, вот. И мне кажется, что обратить свое внимание на этот ландшафт и посмотреть на него гораздо внимательнее, и помочь увидеть его не только нам самим и всем жителям этого города, вот как раз, ну, собственная цель этого проекта. Хотелось бы сказать, что выставка достаточно, ну, как сказать, неожиданно организована, она имеет отношение не только к Перми как таковой и к малым рекам как таковым, она очень сильно расширяется до обсуждения вообще отношения человека и природы. Вот. Все этажи между собой связаны, об этом сейчас, наверное, скажет Дмитрий Феликин. Я хотела бы поблагодарить свою очередь всех художников, которые приняли участие в этом проекте, и, на самом деле, это огромное спасибо команде музея, которая совершила много и больших порт, он успел с этим проектом, и гордые сроки, вот, поблагодарить выставочную, я хотела бы поблагодарить руководителя музея Веру Никольскую за организацию этого всего большого процесса, вот, урана нам машет руками, вот, и хотелось бы сказать, что, в этом, этот проект у нас не только открывающий эту тему, но он еще немножко касается, ну, такой важной истории, истории, связанной с памятью. И этот проект, который мы не успели сегодня собрать, но мы обязательно его откроем, это произведение Саши Жунева, последний проект, который он посвятил городу, это большой мусорный человек, который должен появиться на первом этаже, я думаю, что мы покажем его завтра, немного мы не успели, тем не менее, тоже, как бы, история этого художника, она пересекается с историей нашей выставки, и, в общем, в целом, пересекается с большим разговором о том, как нужно относиться к городу, относиться к пространству, в котором мы живем. В общем, вся эта выставка, это, в общем, признание в любви территории, признание в любви пространства, в котором мы находимся, и наша, наш большой, как бы, большая надежда на то, что чем больше будет таких проектов, чем больше будет таких разговоров, тем, наверное, более качественно будет пространство жизни, в котором мы будем жить.